Всем привет! Сегодня мы погуляем по городу Биллефельд, что располагается в Норд-Райан-Вестфалии. Это западная Германия, самый запад. Погуляем, посмотрим улочки, посмотрим старый замок, здесь старые башни. И немножечко посмотрим, как обстоят дела с Рождеством во время коронавируса. Поехали! Так, мы приближаемся к башне. Это крепостные стены. Вообще, эта башня является символом или амулетом, можно сказать, города Биллефельд. Это место очень старое. В принципе, Биллефельд стоит, стоял на пересечении дорог. И город стоял в выгодной позиции. Вокруг большие горы или холмы. А в районе Биллефельда и Синка, где можно их легко преодолевать. И в связи с этой выгодной позицией, своим расположением, здесь за проход через этот город, через это место, местные бароны снимали плату. И поэтому город в свое время очень хорошо развивался. Был отстроен вот этот оборонительный пост, блок, как назвать. Я надеюсь, вам видно. Там, в глубине, находится такой колодец, подземные проходы, соединительные проходы под сооружение. Потому что это оборонительное сооружение, оно состоит, как такой квадрат, с угловыми площадками. Вот такими полукруглыми. И внутри оно все соединено подземными переходами. Там вдалеке мы видим сам город. Также мы видим несколько шпилей соборов. А позади меня находится та самая башня с флагом. Травка у нас зеленая. 26 декабря, тем не менее, на улице прохладно. Плюс два сегодня. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Вот такие вот спуски здесь. Внутрь с оборонительных сооружений. здесь такая дверь присутствует с замочком не пустят нас этот замок был построен очень оборонительное сооружение в 1600-х годах и с этого он перестраивался некоторое время сейчас мы находимся во дворе видите прямо под сторожевой башни и вот такие тут интересные виды открываются продолжаем гулять по улочкам биллефельда сейчас мы спустились с холма где сторожевая башня и погуляем немножечко по старому городу поехали здесь пешеходная улица с такими интересными домиками я вижу сегодня все в масках прервусь одену продолжаем путешествие в маске но голуби да вот у нас элизабет вы ее уже знаете с мамой своей с наташенькой катается и андрейка андрейка привет андрей тоже готовит репортаж ссылку увидите она появится улица весьма пустынная отличительной особенностью этого рождества являются закрыты киоски для глювайн и сладостей это повсеместно в германии нигде не работают в общем то это объяснимо почему народу практически нет в прошлые года в это время улицы были бы уже полны люди бы ходили веселились пили бы гли вайн глинтвейн по-русски кушали бы орешки и шоссийский но не в этом году этот год у нас особенный ну такие интересные старинные фасады вот это здание инкрустировано золотом следующий домик построен в 1593 году ехан брунг последующий уже новодел 1859 совсем свежак вот такая вот елочка стоит давайте внимательно рассмотрим чем украшены нынче елочки вот такие замечательные подарочки висят маски и кораблики ощущение как будто попал в зомби апокалипсис людей почти нет очень непривычно гулять по альтштадту по старому городу когда он совершенно пустой здесь мы вышли сбоку от собора там вот наверху видно шпиль торчит немножко и вот на этом шпиле маленьком можем рассмотреть петушка продолжаем наше путешествие вот собор такой красивый большой перед собором стоит вот такой памятник путнику с трубкой гендарь что ли здесь нам открывается также старые дома и городской театр штат Сиетсио очень красиво еще здесь есть интересная особенность у местных трамваев они превращаются в метро вот так вот он идет как трамвай и потом он превращается в метрополитет и дальше уже это будет подземный там три или четыре подземных станций продолжаем гулять здесь мы вышли на торговую улицу вот эта улица тоже пешеходная там очень очень много магазинов но во времена коронакризиса магазины закрыты ну и плюс сегодня еще и день такой когда все не работает здесь идет ремонт судя по всему дорогу приводят в порядок вот тот самый трамвайчик здесь станция его подземная уже тут видно новая архитектура а дальше идет уже более старые дома к сожалению сегодня все рестораны закрыты кафешки не на вынос у нас никак не работает у меня дети бунт устроили все хотят есть судя по всему долго мы не продержимся придется ехать домой киоск киоск открыт Андрей решил нам показать как работает мусорная корзина в городе Белефикс давайте проведем небольшой эксперимент вот мусорная корзина push me down нажми на педальку вот мистер фил спасибо здесь нам рисуется корзина видно что она еще не до конца заполнена здесь солнечная панель и когда корзина заполняется она сначала желтая потом красная потом соответственно приходит сообщение дворнику которые приезжают и опустошают такие интересные корзинки мусорные наткнулись на коллекцию щелкунчиков написано что из музея щелкунчиков они предоставлены вот это очень примечательный магазин Андрюша когда ему было пять годиков зашел в этот магазин выбрал самые дорогие духи и скинул их на пол было весело расплакался его успокоили сказали ничего страшного но ребенок в свое время получил стресс прошло пять лет ты помнишь это да помню так вот врезаются такие казалось бы незначительные события в память детей а мы медленно но верно приближаемся к железнодорожному вокзалу Белефельд вот тут сейчас к сожалению ремонтируется здание вокзала самого это привокзальная площадь ну и по концентрации такси можно понять что это это вокзал ну и вот автобусы Холдбонхоф то есть главный вокзал и как раз мы сейчас видим Белефельдхоф это отель вот сейчас меня привлекла вот эта интересная конструкция в форме качелей высотой там в двадцать метров десятиэтажный дом весьма интересно что же это такое что же это такое а это сити холл вдалеке вдалеке виден шпиль еще одного собора и мы потихонечку выходим на на очередную на очередную улицу на очередную улицу здесь вот слева мы видим постбанк почта банк в России такое есть и очередное кафе но это кафе открыто поход похоже что и и и и и и и вот такой замечательный домик стоит ну какой интересный домик да здесь все более квадратные уже вот с этой стороны интересные дома по как и по и и в и и и и и и и такое раздолье домики стоят площадочка интересная не вот это интересно кафе похоже с зелеными стенами вот такая здесь для скейтеров и роллеров площадочка сделано от ящички чтобы если что переодеться оставить одежду и вот такие вот штуки прикольно вот так вот скейт-парк выглядит все это находится в центре города вот на этой площади а здесь люди занимаются воркаута и вот такое вот интересное место в берифель есть спортивный городок элизабет помаши ручкой зрителям ты замерзла до замерзла нет носик красный сегодня у нас плюс 2 прохладного и так идем по улочки поднялся опять ветерок боюсь будет подшумливать микрофон вот здесь вот магазинчик азиатских товаров кимоно продаю чай украшения называется хонг пхат ну это больше наверное вьетнамское что-то хотя написано азиатские товары а это рад хаус здесь у них решается все городские дела рад хаус это рад уж и можно еще назвать это городская администрации вот такие разноцветные домики здесь скажите вам понравилось гулять по берегу элизабет тебе понравилось что-то зрителям скажешь был понятно все розовое хочешь да и скейт розовый да и будешь тут кататься в белифельде на скейте да понятно а а тебе понравилось гулять замечательно всем всем понравилось гулять спасибо большое что посмотрели сегодня меня на этом я заканчиваю свое путешествие по белифельду завтра мы уже отправляемся в берлин до новых встреч пока а и а и и и Субтитры подогнал «Симон»